привет друзья сегодня видеоролики покажу вам наши украинские гривны такие вот юбилейные красивые как вы вчера видели было был брифинг был по поводу того ну ответ на вопросы журналистов и касательно того что насколько много уже внедрили вот таких вот гривен обиходных порядка 7 миллионов сейчас они у нас находятся правда там не уточнялась это одно или два двух гривен либо все вместе хотел бы вам показать вот небольшую подборочку гривен с необычными которые посвящены разным событиям и вот одна из них мне вот попалась абсолютно недавно вот эта гривна 60 лет освобождения украины от фашистских захватчиков она 2004 года давайте я сейчас достану из холдера покажу на самом деле кстати холдеры считаются всегда самым лучшим вариантом для хранения монет но вот данная монетка была вообще в штепельном блеске от холдера немножко немножко начала темнеть я думаю что видите даже сейчас видно хотя монета идеальная в когда ее получил на сдачу вот это самая дорогая из таких вот такого плана монет юбилейных гривен конечно мы не берем 92 92 95 года от земли на 2004 года смотрите какое классное состояние часто немножко протру вот и покажу друг обратную сторону 2004 год тираж вот этой гривны всего 5 миллионов штук всего 5 миллионов то есть вот этих вот этих уже выпустили 7 данность на данный момент а вот этих 5 и я думаю это монета будет дорожать в цене потому что на самое первое которое появилось у нас из юбилейных вот и не конечно важно еще состояние насколько там она не бита не оцена вот кстати по поводу хранения вот у меня в принципе все видите монета такая тоже есть она же в другом холдере большой размер был тут уже немножко состоянии не очень по поводу хранения в холдерах холдер это конечно дает сохранность монеты от каких-то воздействий там влаги и так далее но от качества самого холдера может зависеть насколько монетам про пролежит у вас в коллекции без каких-либо проблем потемнений так далее вот это холдеры довольно простые я брал в китае там целая пачка обошлась в районе двух долларов там очень и очень много они бывают разных размеров я бы конечно не рекомендовал брать в холдерах хранить холдерах именно китайских хотя себе я взял пачку сейчас понимаю что немножко таки качество монеты но она немножко темнее это патина появляется и все-таки если хотите чтобы она у вас было в блеске попробуйте найти для нее вот такую упаковочку да для конкретной монеты ну я думаю для этих монет наверно пока не стоит вот вот эти брал я отдельно покупал в магазине холдеры конечно к по качеству получше и самоклейка и сам пластик ну я бы не рекомендовал все-таки поздно постоянке хранить на фонах хотя безумно классно смотрится ну вот например монету я поместил вообще из ролла достал да и поместил холдер то есть у нее потрясающее состояние вот это вот кстати монетку к себе берете в коллекцию постарайтесь находить вот такое вот блестящее идеальное состояние штемпельный близк насколько здесь видно не видно штемпельный близк но он был был потому что я сам лично из ролла достал вот конечно некоторые моют монеты водой но ни в коем случае не нужно как-то там прям супер чистить и так далее потому что вы можете только повредить повредить монету вот у нас по редкости давайте покажу значит какая самая редкая это вот 60 лет вот это вот на самая редкая 2004 год она по стоимости может быть от плохого состояния от 5 гривен 5 10 гривен и если в она в идеальном состоянии до 40 гривен может такая монета доходить ну это супер состояние должно быть потом у нас вот идет вот такая монетка 2005 года 60 лет победы великой отечественной войне у неё ну порядка стоимости конечно дешевле на один год разница да но и тираж одинаковый но почему-то на нанес просто немножко меньше вот потом сейчас 65 лет тут нету она в другой папке лежит конечно же посвящен посвященную футболу евро 2012 тоже 5 миллионов и под по стоимости такая монетка где-то затянет на гривен может на 10 15 конечно сейчас все 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 монеты скорее всего гривны подорожают потому что у нас огромные тиражи вот таких которые будут просто-напросто везде сейчас пока мисс еще не не 140 миллионов бабахнули а только только 7 да но что насколько их будет много вот после евро у нас были маки которая показала монетка маки 2015 там уже очень большой тираж это 7 миллионов они гораздо больше попадаются кстати ну вот как-то вот гораздо больше их можно встретить реально на сдачу и у нас вышло в 2016 году 20 лет денежной реформы вот такая грибна смотрите довольно красивая кстати вот такой вот самый мне кажется идеальный вариант хранения это вот такой вот капсуле потому что она не соприкасается непосредственно с материалом не происходит эта реакция хотя капсул тоже разные бывают интересно как там в китае не знаю кто заказывал напишите в комментариях вот вот такой маленький экскурс вам про монеты вот такие монетки откладывать видите немножко все таки она буквально полежала полежала неделю да и все и уже потихонечку начала почему-то темнеть друзья спасибо что посмотрели этот ролик подписывайтесь на канал